Так, первое изменение у нас в командах и опять они происходят у нас. Почему-то, как в Макларене, у меня поменялся напарник на Чарли Аликлера, который в данный момент идет на втором месте в личном зачете, что как бы для меня не есть хорошо, поскольку это мой самый главный оппонент в данный момент в личном зачете, поскольку до Хэмилтона, к сожалению, я уже точно не дотянусь, поскольку в Японии я приезжаю только на шестом месте. Эклер выигрывает, конечно же, гонку, но все равно, чтобы выиграть титул, нужно, чтобы Хэмилтон просто сходил. Два-три этапа точно. Ладно, с Японией у нас все сложилось очень плохо, этап был крайне нудным, я просто чаще всего ехал один, и поэтому мы его, так сказать, пропустим и перейдем к Грам-при Мексики, которое, кстати, только что прошло, да, я записываю после того, оно прошло, Мерседес в очередной раз выигрывает именно Хэмилтон, а Ботус приезжает третьим, так что битва за чемпионский титул продолжается, но она, скорее всего, математическая, поскольку Вальтери навряд ли выиграет его, и Льюис уже, скорее всего, в Америке заполучит свой шестой титул. Ладно, вернемся к ситуации, которая у нас происходит в нашей формуле, где Льюис также близок к своему шестому титулу, и уже в Мексике он может, в принципе, решиться. В квалификации у нас с Леклером все было отлично, первое-трое место, занимаем первый стартовый ряд, но теперь самое главное было, как мы стартанем. И да, Япония записывала еще на старом патче 1.12, здесь уже у нас был патч 1.15, где боты чуть хуже стали стартовать, но все равно, в принципе, они стартуют хорошо по отношению к игроку, и могут спокойно уехать. Плюс, у нас до первого поворота здесь почти километр прямой, что, как бы, говорит о том, что я могу еще потерять кучу позиций, поскольку напрямой, ну, со старта у нас такой себе разгон, и поэтому Феррари и Мерседес, которые позади нас будут, смогут нас опередить. Но посмотрим, как опять же будет, постараемся еще побороться за первое место. На первом месте, как я и говорил, у нас в США Леклер, второй, я третий, Пьер Гасли, четвертый, Чешко Перес, пятый, Александр Албан, шестой, Дьюис Хаминтон, седьмой, Ника Челкенберг, восьмой, Даниэль Риккярдо, девятый, Ланда Норрис и десятый, Вальд Риботтос. Как я и говорил, оппоненты начинают набирать штрафы под конец сезона. Собственно, в Мексике у нас уже появляются первые штрафы, у Фетеля на 50 позиции, у Ферстаппина на 45 позиции, теперь, кстати, еще показывает, насколько позиции именно получил данный пилот штрафа. Ну, в принципе, если пилот в конце, скорее всего, он идет просто на кучу позиций штраф. Стратегия, в принципе, изначально мы предложили на два питстопа, но я подумал, что надо попытаться уложиться в один питстоп, и за счет этой стратегии можно как раз таки побороться будет за первое место. Ну что же, гасну красные огни, и мы отправляемся в длинное путешествие до первого поворота, где Леклер уже у нас вырывает первую позицию спокойно, начинает потихоньку оторваться, слева меня атакует Гасли, справа атакует Перис, поэтому самое главное не было удержать свою вторую позицию, но за счет слепстрима от Леклера я ее смог удержать. Конечно, Гасли попытался меня атаковать по внешней территории, но его атака не увенчалась успехом, и я тут же начинаю пытаться преследовать Леклера, а позади меня, в тот момент, у меня преследовал Гасли. Перис же там немного подотстал, и в принципе мы втроем, я, Гасли и Леклер, начали потихоньку оторваться от всего пелотона. Собственно, как это выглядело с ТВ-камеры, я пытался изначально получить слепстрим от Леклера, чтобы хоть как-то за ним успеть, не протерять кучу позиций, и под конец прямой, естественно, мне это начало потихоньку получаться. Гасли попытался меня атаковать, ну и позади, конечно же, втроем там заходили Перис, Албан и Риккердо в связку первых поворотов, и, соответственно, из-за этого они сильно отстали. Перис смог удержать свою четвертую позицию, но тут вопрос, насколько он смог ее долго удержать, поскольку Албан пытался его атаковать, пытался с ним еще и поравняться, все-таки он смог с ним поравняться уже в начале трос сектора, но тут идут медленные повороты, и у Албана было преимущество в этом плане, он был на лучшей траектории, но у Периса по итогу лучший выход, и они продолжают ехать бок о бок весь второй сектор. И уже в связке быстрых достаточно поворотов, более-менее Перис смог отыграть свою четвертую позицию, и тем самым они очень сильно отстали от нашей тройки лидеров. Албан, конечно, не терял возможности атаковать тут же Периса, поэтому, если у него была такая возможность, он сразу же пытался ей воспользоваться. Чем еще сильнее замедлял весь пелотон плюсы для себя, и тем самым дало нам еще больше времени, чтобы просто банально оторваться. Конечно, гаслет у меня тоже был недалеко, но через какое-то время я его скинул со своего хвоста, он отстанет больше, чем на секунду, и ДРС не станет после этого получать. Кстати, по поводу ДРС. На этом этапе у нас только две зоны ДРС, в реальности уже третья есть небольшая, в начале третьего сектора, так что ждем в ближайшем патче то, что ее тоже добавят нам, и будет чуть больше зоны ДРС, и чуть побыстрее будет проходиться круг в квалифицированном режиме. Позади Хэмилтон начинает потихоньку прорваться, поскольку еще титул не решен, и как бы ему хотелось бы уже решить его в Мексике, как и в реальности. Но тут посмотрим, как у него пойдет. Пока что Ликлер у нас лидирует, а Хэмилтон только-только на седьмой позиции, и ему еще надо будет прорваться через Рено, через Переса, через Албана. Ну и потихоньку Льюис начинает это делать, сразу же атакует Риккер на старт-финнической прямой за счет ДРС, и без каких-либо проблем его проходит. Позади также уже потихоньку подкатывается и Макларн к Риккерда, но атаковать его не может. Также позади еще и Вальтери, начал атаковать напарника Даниэля Риккерда Ника Хюлькенберга, которого он также смог без каких-либо проблем пройти. На следующем кругу уже Хэмилтон смог атаковать Албана, к этому моменту Ботос по всему воевал с Риккерда за седьмую позицию, ну и в принципе у Риккерда более-менее это получилось, и более-менее он смог отыграть эту позицию. На восьмом кругу я делал свой пидстоп, хотя изначально я планировал его сделать в третийнадцатом кругу, но понял то, что банально не дотянул, и надо делать как можно его раньше, поэтому будем пытаться до конца ехать на этом Харде, и стараться показать хорошее время. Потому что делать два пидстопа, для меня это, ну, чересчур будет, я потеряю кучу на этом времени, плюс по плану как бы стратегию у моего напарника, может быть у него будет она во два пидстопа, что по сути мне даст преимущество, и я буду впереди после его второго пидстопа. После своего пидстопа я начинаю потихоньку прорваться, но потом у нас выезжает в ритуале машины безопасности, поскольку у нас сходит Гасли, и сходит он на стартфинишной прямой, прямо перед Албоном и Ботосом, собственно он катится, наверное хотел бить Албона почему-то, повернул вправо, но потом решил все-таки отвернуть влево, чтобы, наверное, не получить какие-нибудь штрафы, хотя получил бы скорее всего Албон, потому что он же въехал бы в Гасли. На следующую кругу после этого я прохожу Райкинина, потому что надо как можно быстрее прорваться через весь этот пелотон, который потихоньку начинает очень сильно забедляться на своем старом софте, который они дотянули уже аж до 10-11 круга, уже все начинают делать свои пидстопы запланированные, ну и кто-то продолжает все равно ехать. Кстати, по поводу выбора резины, только в Williams у нас выбрали резину Medium, все остальные стартовали на софте. Ставал довольно интересный выбор, хотя, как по мне, все-таки Medium был бы оптимальным вариантом, поскольку он дольше продержался, чем софт, и может было гарантировать себе стратегию в один пидстоп. Но посмотрим, продает ли себе стратегия софт-хард, и дотянули ли я, опять же, до конца. За двумя хасами я застрял, к сожалению, догнал их после старта финичной прямой, и уже на второй прямой за счет слепстрима ДРС догоняю конкретно Магдусона, и пытаюсь его опередить, и причем перекрещиваю траекторию так удачно, что смог все-таки его атаковать. Лучше у него вышел с поворота, и спокойно его прошел. Потом идет игрожан, которого надо также постараться опередить, можно быстрее, но сейчас у нас идет секция скоростных поворотов, точнее, среди скоростных, которых достаточно сложно кого-либо атаковать, я даже немножко столкнулся с гражданом, но благо без повреждений. Но пришлось поточнить это связка поворотов за гражданом, но уже потом на выходе, на небольшой прямой, на котором в будущем будет ДРС, смог его опередить, и продолжил уже свою погоню за 12, который через какое-то время также стрелял на пидстоп, и через какое-то время я уже вышел на вторую свою позицию. Эклер уже сделал свой пидстоп, и он снова перешел на софт. Соответственно, у него точно будет два пидстопа, но у него будет еще медиум после этого софта, соответственно, будет крайне тяжко мне под конец гонки, поскольку Эклер меня точно сможет донять на это медиуме, и он будет по отношению к моему харду намного свежее, плюс состав будет мягче, так что у меня будут большие проблемы, когда Эклер меня догонит. Но, как всему, мы до еще успеем дойти пока что у нас только почти середина гонки, где потихоньку у нас Юис прорвался через два Вильямса, про которые я и говорил, что они стартовали единственные на медиуме, и из-за того, что они еще не сделали свой пидстоп, который у них будет еще позже, они начинают потихоньку задерживать позади себя пилотон, который уже сделал свой пидстоп, перешли на второй свой софт, и начинают потихоньку его раскатывать. Но благо, Вильямс начинает уже делать свои пидстопы, поэтому потихоньку все проходят один с другим этот болид Вильямса, который замедлял. Он впереди был еще один болид, кто явно не внушал оптимизму, так что снова будет борьба с этим Вильямсом, и надо как можно быстрее его пройти. Тем временем у нас Ботос и Албут проходят Макларен, и потихоньку стремляются вперед. Еще Макларен был Ландо Норриса, и теперь Ландо надо будет еще и защищаться от двух Рено. Ну и, собственно, да, стадион, Вильямс на Мидиуме, и позади него толпа пилотов, которые ехали быстрее этого Вильямса. Вильямс опять же совращивает на пидстоп, но для Вальтери он дает важный для него ДРС, за счет которого он может еще обороняться перед Албутом. Да, у Албана будет еще и слепстрим по отношению к Ботосу, но все-таки конечная скорость обоих валидов будет примерно равна. Ну, Феррари, окей, будет чуть быстрее, но Албан не смог прям напрямую опередить Ботоса, только смог поравняться с ним в первом повороте. Но, правда, уже в третьем он смог все-таки выйти чуть вперед. Позади них был в этот момент еще и Ландо Норрис, который также хотел их обоих обойти. Ну и получается, что на второй прямой за счет ДРС Ботос врывает свою позицию, и Ландо Норрис смог еще поравняться с Албаном, и по итогу для Ботоса это очень хорошая ситуация, при которой он может просто спокойно уехать. И плюс еще и Ландо смог пройти Албана, что начнет немного замедлять данного пилота. Но Норрис при этом еще начинает потихоньку отрываться от Албана, а Дверино начинает потихоньку атаковать. Ну, в данный момент только Рикярд начинает атаковать, Хиттемер был позади, так сказать, на подхвате. Рикярд почти разбирается с Албаном, так же, как Албан разобрался с Ботосом на прошлом кругу, но все-таки у Албана еще будет слепстрим от Рикярда, и он может постараться атаковать, но, к сожалению, этого не хватает. Но позади Феттель начинает атаковать уже Хюлькинберга. И по итогу Феррари начинают, так сказать, в парах воевать с Рено. Феттель воевал с Лунико Хюлькинбергом, а Албан воевал с Рикярда. И в какой-то момент один выигрывал у второго, ну и так они, в общем, менялись. До определенного момента, пока все-таки Албан не проходит с Рикярда, и с Лунико Хюлькинбергом также проходит Рикярда. К 21-му кругу у нас Леклер делал свой второй пидсто, последний, и переходит на тот самый медиум, про который я говорил. К этому моменту у меня уже Харт был достаточно сильно поношенный, но самое главное то, что Леклер вышел позади Хэмильтона, и да, он был, конечно же, близок, но все-таки целый круг ему пришлось за ним проехаться, что дало мне немного времени. Но я все-таки понимал, что рано или поздно меня Леклер все-таки догонит. И к 29-му кругу это случилось. Ну, я понимаю то, что честным путем особо не выиграть, поэтому начинаю хитрить немного, пропускаю специально его в стадионе в Шпильке, чтобы получить от него ДРС и Слип Скил. И за счет этого трюка я буду иметь преимущество на прямых в первом секторе, и за счет этого я все-таки не отстану от Леклера прям сильно, и смогу еще с ним побороться за первую позицию. И в принципе, как вы можете заметить, данный трюк работал прям безупречно, но самое главное было далеко не отпускать в этот момент Леклера. Если бы наоборот я все время отдавал бы ему ДРС от себя, то Леклер бы рано или поздно спокойно от меня бы отъехал. Я думаю, что один круг бы он спокойно от меня отъехал бы, и в первом месте я мог бы спокойно забыть. Удовольствуюсь только вторым. Ну, а для меня это как бы не вариант, как бы Леклер для меня это самый главный противник, в личном зачете в данный момент, поэтому ни о какой команде тут речи не идет. Плюс в кубке конструкторов мы не боремся за победу, потому что все-таки сейчас борется только Феррари и Мерседес, но то из ситуации, которая приходит сейчас в данный момент в Феррари, то я скажу то, что Мерседес уже, скорее всего, в Мексике у нас заполучит кубок конструкторов. Ну, посмотрим, как у нас пойдет. С Леклером у нас довольно жесткая борьба проходит бок о бок, но, благо, я все-таки выигрываю в этой борьбе, но к нам потихоньку начинает подъезжать уже Хэммельтон, и к 32-м кругу он был достаточно близок к нам, соответственно, надо уже было быть чуть аккуратнее, чтобы не пропустить Хэммельтон вперед нас, и чтобы он не уехал от нас далеко. Хотя, даже если бы я его пропустил, в принципе, ситуация не поменялась. Собственно, на 33-м кругу я решил все-таки дать Леклеру ДРС, но, благо, он не успел оторваться далеко, поэтому в первом повороте я прям жестко влетаю в понижнюю часть поворота, доходит нас, делается до контакта, но, благо, без поломок каких-либо передианте крыла, и мы продолжаем гонку. На 33-м круге я также, как обычно, пропускаю Леклера в шпилики в стадионе, но теперь самая главная задача была не пропустить еще и Хэммельтона. Так что задача немного, так сказать, усложнилась. На старт синичной крымой, как обычно, за счет слипстрима ДРСа догоняю Леклера, также переди меня еще был Хэммельтон, который также меня пытался обогнать, но за счет слипстрима от Леклера он меня не мог обогнать. Так что потихоньку я подводил его к Леклеру. Вот подъезжаем к первому повороту бок о бок, и Леклер блокирует передние колеса на торможении, тем самым я заполучаю свою первую позицию обратно, и тем самым Хэммельтон смог поравняться с Леклером. Но не просто поравняться, а еще и хорошо он вышел с третьего поворота, и тут же попытался меня атаковать. Соответственно, у него это получается, я решаю его контратаковать в четвертом повороте, но Леклер меня немного передил и также попытался его атаковать. И по итогу, что мы имеем, я вышел на первую позицию, у меня половина передняя текла слева, до финиша остается 2,5 круга. Соответственно, надо было как-то дотянуть, ведь в поворотах я теперь буду еще иметь недостаточную поворачиваемость, плюс у меня еще и шины, уже почти подубитые. Соответственно, надо было что-то делать. Ну и я надеюсь, что у моих оппонентов примерно та же самая стала с Апашином, ну и как-то я, может быть, смогу за собой их держать позади. Ну и благо, кое-как у меня это получается со своими трюками, я снова пропускаю уже вперед Хэммельтона, секция стадиона, поэтому получаю ДРС и начинаю за ним уже погонять. Самое главное тут не отпустить и далеко кого-либо из них, либо Хэммельтона, либо Леклера, чтобы они далеко не отъехали. Хэммельтон успел отъехать достаточно далеко, но за счет ДРС и Субстрима, там, обгонного режима еще, я смог его догнать еще до конца прямой, опередить и продолжить гонку. Для меня самое главное, чтобы было, чтобы Леклер с Хэммельтоном начали друг другом воевать и начали потихоньку от меня отставать. Но, к сожалению, этого не происходило. Леклер еще так же вместе со мной сказал обойти Хэммельтона и по итогу еще и до стадиона меня смог обойти Леклер, но, опять же, мне это было на руку, не пришлось его пропускать в стадионе. Соответственно, все сводилось уже к последнему кругу, где мне надо было, самое главное, удержать свое лидерство именно до конца круга. Ну, собственно, заполучить лидерство было не проблемой, это старт-финишный прямой, как обычно, со всем, чем можно, я подрубил и поехал, соответственно, уже за Леклером. Ну и, на мое счастье, я все-таки смог удержать лидерство прямо до конца трассы и, так сказать, смог удержать эту победу. Конечно же, Хэммельтон у нас не становится чемпионом, к сожалению, для меня, потому что я же уже все равно не участвую в битве за чемпионский клуб, а давать его Леклеру я, как бы, тоже не сильно желаю, потому что, ну, какого черта команда делает? Как бы Леклер главный мой соперник в личном зачете, но, как бы, она берет его вместо крата, в котором мне было, как бы, комфортно ехать, а теперь у меня гребаный Леклер, который мне будет мешать чаще всего, потому что, ну, едем мы плюс-минус одинаково. Но, правда, иногда он все-таки быстрее едет. Так что, для меня это только вот большой минус. Так что, я так подумал немного и решил то, что в следующий сезон мы поедем уже точно не за Торо Россо. А за кого именно? Ну, как бы, думайте. Скажу только сразу то, что я за эту команду еще в карьерах формулы не катался. Так что, в принципе, тут какой шанс угадать. Один к шести. Примерно за шесть команд я еще не катался, так что думайте. Но мы постепенно уже подъезжаем к финишу. Леклер был ко мне очень близок в стадионе, но самое главное, атаковать он меня никак не смог. И по итогу более-менее заслуженная победа, которая смог выстрадать за счет тактики, ну и за счет небольшой хитрости пропуская Леклера вперед. Кстати, по поводу вот нового патча 1.15. У нас же еще также поменяли пилотов, а именно Гасли у нас теперь будет изначально стартовать в Торо Россо, а Албан изначально в Редбуле. Вот вопрос к Кодмастерс, почему бы не сделать такую фишку, то что после Венгрии Албан переходит в Редбул, а Гасли наоборот в Торо Россо. Ну, так сказать, это был бы более правильный вариант игры. Все-таки у нас Гасли проехал большую часть сезона в Редбуле, а Албан в Торо Россо. Поэтому, ну, как-то меня сейчас, в данный момент, пилотов, ну, как-то неправильно. Конечно, да, был 17-й год, когда у нас, к примеру, Данил Клят был в Редбуле, но его достаточно быстро оттуда выперли еще в начале сезона. Так что тогда в 17-й формуле это еще было более-менее правильно смотрелось. У нас же в 19-й формуле это смотрится, ну, как-то нелепо, что, как бы, Албан проехал меньше всего гонок в Редбуле, а Гасли больше. Ну, окей, Куча все-таки это решает Кодмастерс, как у нас все-таки это будет реализовано. Итак, финальные результаты у нас. Ферстаппин неплохо прорвался с 18-й позиции на 4-ю. Причем в реальной гонке он также откатился достаточно далеко, но смог вернуться на 6-ю позицию. А тут аж с 18-й, ну, правда, без каких-либо откатов. Ну, и также, да, у нас два сошедших, это Гасли и Сайенс. Маклару немного пока что не везет, но, может быть, дальше будет везти им больше. Также в Кубке Конструкторов у нас Мерседес его выигрывает, соответственно. Мы же еще можем побороться за второе место с Феррари. В данный момент у них идут дела не очень, соответственно, мы можем их еще догнать. В Кубке Конструкторов. В личном зачете, как я говорил ранее, у нас сейчас будет борьба только с Леклером, потому что до Хэммитона мы оба не достанем. 75 очков до Хэммитона предстоит Леклеру отыграть, что он не сможет делать в принципе. Соответственно, уже в США, скорее всего, Хэммитон сможет получить свой шестой титул. Ну, и что же, ребят, на этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч, пока-пока и удачи вам.